Здравствуйте! Мадмуазель Фима Собак слыла культурной девушкой. Она знала около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке-людоедке даже не могло присниться. Это было богатое слово. Гомосексуализм. Дмитрию Анатольевичу Медведеву пришла в голову очень богатая идея запретить Америку. Ну, чтобы вот все вокруг иссякло, исчезло, испарилось, перестало. Хотя Дмитрия Анатольевича фотокорреспонденты как-то запечатлели в трусах американской фирмы Кельвин Клайн. Но, видимо, с трусами он не готов расстаться. С айфончиком, скорее всего, не готов. А помните, он у нас какое-то время тому назад был фронтменом рекламы и продвижения BMW X5 в России? Ну, BMW, наверное, тоже не отдаст, потому что по документам-то она немочка. Разве что родилась в Южной Каролине. В американской сборке у него машина. А вот лекарства для всех нас, чтобы наконец-то все-таки сдохли, и чтобы пенсионные баллы считать было некому, да, запретить вполне возможно. У нас отсутствуют целые отрасли фармакологии. Мы очень много чего, в принципе, не производим. Делали, но перестали делать. При советской власти у нас все-таки фармакология была в основном милитаризованная. Мы очень многое делали для войны. У нас были антидоды. У нас, вот, например, моя медицинская аптечка, которую специально охраняли. А в случае сдачи ее или утраты, в случае утраты составлялся акт в случае сдачи специальная приемка. И когда нам, например, нужно было поменять аптечки, то мы снаряжали специальный конвой, вооруженный до зубов, потому что там было очень много увлекательных по широкому спектру действий препаратов. Для гражданского населения у нас этого нет. У нас, предположим, вот на территории нашей страны навсегда исчезло такое понятие, как стриптоцит. Таблеток стриптоцита у нас нет. Когда горло болит, принимайте орбидол. Потому что орбидолом у нас занимаются такие очень специальные люди, хотя орбидол лекарством не является по этому поводу, по сей пору очень много дискуссий и споров, и оценочных суждений, а вот стриптоцита у нас нет и больше никогда не будет. Очень полезная, тем не менее, вещь, но не растет. Знаете, очень дорого производить, ну, совсем дорого производить. В Белоруссии стриптоцит остался только порошковый, чтобы рано присыпать. На Украине еще производят, поэтому, например, когда мне нужен стриптоцит, то обычно контрабандисты знакомые мне из Украины доставляют его в таблетках. Вот, и как только Дмитрий Анатольевич вякнул по поводу того, что хорошо бы запретить Америку, тут же Госдума вышла с законодательной инициативой, а давайте воровать. Давайте пошлем нафиг все авторские права, давайте будем воровать. Ведь чем мы можем компенсировать отсутствие того, что в нашей жизни американское? А в нашей жизни американское, по большому счету, все. Все, что есть на планете Земля, исполнено в последнее время китайскими руками, а придумано, в основном, конечно, американцами. В фармакологии очень много немцев. Фирма Bayer, которая делала газ-циклон для Освенцима, убивая евреев, тем не менее делала все тот же аспирин и огромное количество других препаратов. На сегодняшний день Европа и Америка насыщены в том числе достижениями немцев, полученных экспериментальным путем в концлагерях. Но в остальном, начиная от Toyota Prius, которая американская, потому что американцы решили, что эта идея тупиковая, кинули ее на рынок свободно, японцы подхватили, вот на третьем поколении даже научились зарабатывать. Всякие там видеоманкитофоны, фотоаппараты, стиральные машины, телефоны сотовые, огромное количество того, что составляет нашу повседневность, даже если мы совсем нищие и совсем убогие, напрямую либо косвенно связаны с Америкой. Запретить Америку, это означает запретить жизнь в нашей стране, это означает вернуться в первобытное состояние, вернуться к тому строительству социализма, в которое теперь будут играть только две страны, это мы и Северная Корея, обнести колючей проволокой, причем внутри периметра, в Москве, в центре, сделать несколько бунтустанов, где можно будет жить людям, которые все это придумали. Дальше идет общая сторона запустения концлагерей, переходящая плавно в Северную Корею. Такая блистательная перспектива. Что у нас будет в автопроме, если Дмитрий Анатольевич и Госдума возьмут и все-таки реализуют этот запрет? Госдума решила, что мы будем воровать чужие идеи, но потому что мы же знаем, как ими воспользоваться. Поэтому здесь есть две стороны медали. Первое — это запрет Америки, второе — это воровство. Мы ведь не бесталанные люди. А что такое талан? Талан — это счастье. От какого слова? От тюркского слова «тал» — грабеж, воровство. То есть мы не любим этимологию этого слова. Когда мы говорим, ну, он же не бесталанный человек. Если посмотреть в суть, не бесталанный — это значит не так, чтобы очень несчастливый, а суть счастья в понимании наших предков, взявших корень из тюркского языка, в грабеже. То есть таланный, счастливый — это грабитель. Ну, конечно, мы же, ребята, не бесталанные. Что нам пройдемся в помер? Мы всегда все воровали. Иногда мы покупали. Ну, там всякие Викерсы мы покупали, Рено, танки Рено мы покупали. С немцами очень много сотрудничали. А в основном, конечно, воровали. И если Дмитрий Анатольевич запрещает Америку, а Госдума разрешает воровство, талантливые ребята, то возникает все равно так или иначе очень тяжелая ситуация. Потому что когда при советской власти воровали, доворовывая при этом еще и технологии, довольно часто было кому понять, что же украли. Украли двигатель внутреннего сгорания, например, который у нас у Фимский 412, для москвича 412, украли у БМВ. Просто пришли, просто украли. И хватило мозгов, тем не менее, поставить в производство. И хватило технологий. Причем двигатель БМВ самый плохой за всю историю БМВ. Немцы от него отказались стремительно. Они посмотрели, сказали, ой, нафиг, все, нам это не надо. Русские украли. Отлично. Пусть на это мини подорвутся сами. Мы его когда украли, мы не могли его воспроизвести силами автопрома. Уровень развития автомобильной промышленности СССР на тот момент был настолько неандертальский, что сверхтехнологичный двигатель пришлось отдать, почему, в УФУ. Потому что авиационное производство. Потому что его делали там же, где делали для сверхзвуковых самолетов двигатели. Потому как то, что БМВ ставило под капот, у нас это были авиационные технологии. Для автопрома это не подходило. Загадка у нас на металловедении, когда из меня в средней школе пыталась сделать фрезеровщик 4-го разряда, в каком двигателе внутреннего сгорания применяется дерево. В двигателе ЗИЛа-130-го. Там была специальная такая деревяшка в нужном месте. А двигатель внутреннего сгорания от ЗИЛ-130 у нас с вами шагнул в 21-й век. С деревяшкой-то. Вот наши технологии. И если при советской власти, украв, мы понимали, что украли, и могли, например, поставить это под капот, и могли к этому привернуть целый автомобиль, то сейчас украсть-то, может быть, и украдем, а технологии нет. И мы можем украсть, и мы должны еще украсть фабрику, которая по этой технологии будет украдено воспроизводить. А для того, чтобы украсть эту фабрику, нужно украсть еще и целую индустриальную отрасль. Как мы покупали завод у Фиата, когда мы хотели себе Жигули? Мы же купили не один завод, мы купили автомобильную промышленность. Потому что мы купили завод пластиков, РТИ, стекол, мы купили аккумуляторный завод. И это все моментально выплеснулось, несмотря на запрет, который мы подписали, на весь остальной автопром. Моментально улучшилось качество тех же самых москвичей. На Горьковском автозаводе получили доступ к тому, что раньше было просто за семью, морями, и получить никакими деньгами не получалось. И здесь ожило все. И под Жигули у нас были разработаны новые смазочные материалы, новое масло, новые сорта бензина. Тасол пришел у нас именно как массовый продукт ради Жигулей. Мы изобрели эту смесь, которая не замерзала, потому что до этого ездили на воде у 24-й Волги, у которой двигатель отливался в землю. Блок цилиндров 24-й Волги, самого престижного автомобиля Советского Союза, знаете, такой писательско-академический автомобиль, его отливали в землю по технологии Средневековья. 16-й век летел в землю в опоках, и у него не было расширительного бачка. Когда вода сливалась на улицу, если двигатель Волги перегревался и норовил закипеть, специальная трубка по радиатору была выведена под колеса и просто выливала воду. И краник на блоке цилиндров, я застал это еще, у моей Волги это было, сливаешь краник, открываешь пробку на радиаторе, на блоке цилиндров специальный краник, сливаешь воду, с утра с двумя ведрами приходишь, зимой с горячими, летом как повезет. Это технологии. С одной стороны, у нас был ФИАТ, купленный под ключ, с другой стороны, у нас была Волга. Вся история нашего автопрома – это история воровства. Причем мы воровали и внешность, мы воровали и конструкции без оглядки. Весь наш автопром ворованный, весь наш автопром заимствованный, весь наш автопром подсмотренный, и технологии там тоже самое. И сейчас Дмитрий Анатольевич говорит, мы не будем больше на Америку ничего, ну, кроме как грозить ей ядерной дубиной. Ну, причем, кстати, чем мы там грозить можем и как оно работает, вот только что в Сирии наши комплексы С-400 показали, насколько они дееспособны. А заодно же мы в этот список своих контрсанкций включаем и всех союзников. А тут попадаются под раздачу и немцы. И пока во Всеволожске американцы демонтируют завод, и как в момент возвращения ленд-лиза после войны вывозят станки обратно свои по производству наших «Фокусов» и наших «Мандео», заодно демонтируют еще два завода по производству всего остального в Елабуге и в набережных Челнах, в это же самое время мы аккуратно избавляемся, например, от «Бош-Саратов». И все системы впрыска на всех двигателях нашей страны переходят обратно на карбюратор. Соответственно, все заводы шинные, которые у нас есть, то есть все покрышки возвращаем обратно всем этим немцам, там «Континентали» всякие. С финнами нет, с финнами мы дружим. После того, как финны нам трижды вломили, мы трижды посягали на Финляндию, три раза огребали, ни разу не достигали своих результатов, с тех пор мы финнов уважаем. Мы знаем, что это маленькая Финляндия вломит там при каждой попытке на них поднять хвост. Финская «Нокия» останется, аккумуляторов у нас не будет, стекол у нас не будет, систем впрыска у нас не будет, всяких там электростеклоподъемников и коммутаторов у нас не будет, потому что все это в основном идет немецкое, либо принадлежит им напрямую, либо закупается оттуда. А потом происходит у нас коллапс на автовазе, потому что мы великая держава. Мы можем даже сирийцев напугать, американцев нет. Сирийцев можем напугать своим комплексом С-400, но поршни, поршневые кольца у «Жигулей», даже у «Нивы», локализованные на 700%, и то американской фирмы «Федерал Могул». Все, нет у нас цилиндров. Вернее, поршней нету, и поршневых колец у нас нету. Придется, видимо, из деревянных чурок вытачивать на автовазе. Ну, автоваз-то это же наша кровь, это же наша плоть, мы же без этого никак не проживем. Отказ от всему американского вокруг, это возвращение в каменный век, это мы ходим пешком, мы ездим на лошадях, ну, американских рысаков у нас нет, американских теплокровных у нас нет, квартир хорстных лошадей у нас тоже нет, поэтому у нас в основном лошади немецкой ориентации, немецкого разведения, их, видимо, сразу на котлеты, ну, для нас это привычно. Посмотрите, что в первом оперативном полку в московском полицейском происходит, лошадей по-прежнему пытаются сдать на мясо, и нормально совершенно, как в Северной Корее, пашем друг на друге. И телевизор нам не нужен, несмотря на то, что он французский, секам, не будем напоминать друг другу о том, кто придумал телевидение. Вот тут у нас довольно много оборудования, тоже отдаем, а потом к нам приходит Китай, и вот тут нам точно конец. Вот уже совсем, вот уже навсегда. И вариантов уже в таком случае не остается. То есть политика приводит к тому, что мы не просто будем жить хуже, мы вообще не будем жить. Но зато мы можем посоветовать, перед тем, как выйти в финал, пока у нас еще есть какие-то автомобили, пока у нас есть еще хоть что-то, мы можем посоветовать этим ребятам перестать заниматься внешней политикой. Займитесь внутренней. Вот только внутренней. Снаружи вы наворотили уже столько, что займитесь, пусть даже с такой же разрушительной, чудовищной аморальностью, с которой вы делаете все, но внутри страны. Просто от неизбежного. Пытаясь уничтожить всех наций здесь внутри страны, вы рано или поздно вынуждены будете сделать хоть что-то приличное. Ну, хоть что-то, ну, хоть на полпроцента. То есть пока у вас не получается. Вот, а наша автомобильная сущность после целого века попыток и поток сейчас может быть сведена на нет. Твиттер-аккаунт вызван. Америка — это же в основном новые технологии. У нас, значит, свои теперь будут новые, спрашивает РИС. Нет, не будет, потому что мы ведь пользовались преимущественно как раз американскими технологиями, западными технологиями, европейскими технологиями. Вот то, что мы считали своим, то, что наши достижения, наша индустриализация, это же тоже Америка. Это всякие там «Непрогэз», «Запорожсталь», наши танковые заводы, «Челябинские танковые», «Харьковские», они же тракторные заводы, это же все Америка. Технологии? Да нет никаких технологий. И не было никогда. Сколько мы станков произвели за 2017 год? Каких станков? Вы в шиномонтаже, когда последний раз были, вы там видели наш станок? Ну, предположим, что мы с вами имеем очень маленький диапазон представления о том, что такое наша Родина. И знаем, что у нас есть станочный парк, который делает космос, корабли, оружие. А вот на том уровне, который нам виден, через нашу маленькую смотровую щель, вы когда видели наше отечественное оборудование? Какое? Торговое оборудование, кассовые аппараты, шиномонтажный станок. Вы когда его видели? Материалы, которыми работают у нас в шиномонтаже. Ну, дырку заклеить. Вы видели, что там написано? Там же вражеский 3М написан. Вот Америка, например, к нам больше не друг, а она нас больше не кормит. Кстати, Америка терпит нас изо всех сил и держит нас на плаву, потому что если бы Америка всерьез захотела с нами разобраться, она просто взяла бы наши счета. Ну, их, не наши с вами, их счета раз, и все, и нету. И в Америке наши деньги остаются, мы их забрать не можем, и все наши олигархи, ну, все наши олигархи, естественно, приходят отобрать у нас, но столько у нас отобрать не получится, потому что у нас просто столько нету. С нас это снять уже не получится. Сразу мы оказываемся с вами в Северной Корее. И нету никаких технологий. И не было никогда. И вот, если посмотреть по электронной промышленности, эти знаменитые справочники, в которых понять было ничего невозможно, а потом люди, когда заканчивали радиокенический институт, там, мира, приходили уже в реальную жизнь, они потом видели просто, что вот эти наши справочники по микросхемам и по всей номенклатуре радиодеталей, они там, сименсовские. И просто к ним, иногда даже карандашом приписаны аналоги и названия, как это называется у нас. Не мы сделали, мы это украли. Российских станков нет. Я заказал российский станок за 15 тысяч долларов, и мне всучили лом. Та же контора поставляет точно такой же лом в Роскосмос по госконтрактам. Госконтракт — это совершенно страшная кормушка, и то, что там происходит, это абсолютная катастрофа. Итого, поссорившись с Америкой, мы не ссоримся со всем миром. Мы остаемся без всего мира. До завтра.